Реальная экономика Обсудим сегодня с нашими гостями В студии у нас Алексей Безбородов, генеральный директор Исследовательского агентства Инфра-Ньюс, Алексей, добрый день Геннадий Иванович Бессонов, генеральный секретар Координационного совета По транссибирским перевозкам И потом у нас будет еще несколько включений С экспертами из удаленных студий Буквально на днях В конце ноября прозвучала новость о том Что на встрече в Стамбуле крупнейшие логистические Компании Турции Казахстан, Азербайджан и Грузии Подписали декларацию о том Что они готовы организовать транзит Китая из Китая через территорию Этих стран в обход России Непосредственно в Стамбул Такой проект наносит Наносит ли урон Интересам России, либо он нас не затрагивает Ну Я могу сказать, что очень хорошо, что они Собрались, хорошо, что они Обсуждали И здесь нужно в большей степени смотреть Грузовую базу Которая сама по себе Является определяющей во всех маршрутах Говоря о шелковом пути Есть и другое название Другого проекта Трассика Да, но это проект, который продвигали в 90-е годы В основном в Западную Европу И Соединенные Штаты В России он воспринимался тогда Мягко говоря, ну, настороженно Как проект, ущемляющий интересы России Он так ни во что и не вылился Он, вот, абсолютно верно Он ни во что и не вылез И поэтому Я сегодня все-таки проект Шелковый путь рассматриваю Несколько не с точки зрения Доставки грузов А как некий такой Очень хороший бизнес-проект Который продвигает Китай Планируя Инвестировать Очень солидные суммы В развитие инфраструктуры стран Входящих Вот именно в этот маршрут Имея ввиду Казахстан Туркмению Иран Не Иран, но, скорее всего Да, часть Ирана Не Южный путь, это Иран Да И Азиатский банк еще очень сильно лоббирует И кусочек Афганистана Для того, чтобы, может быть Не столько сейчас возить грузы А сколько Развитие инфраструктуры Модернизация этой инфраструктуры Потянет за собой Достаточно очень серьезную потребность В эксплуатации В подвижном составе В тяге Которую будут эксплуатировать Те, кто будут инвестировать В развитие инфраструктуры Алексей, но тем не менее Даже когда мы говорим о проекте Великого шелкового пути Или нового шелкового пути Как он иногда называется Мы всегда несколько упускаем из виду Что у этого пути-то не одна дорога А дорог на самом деле очень много По меньшей мере Там три или четыре различных варианта У которых есть свои как преимущества Так и недостатки Российский вариант Это северный вариант Ну, на свежих данных я рисовал Четыре варианта пути Из них два российских Это чисто Транссиб по сути И тот, который идет через Достык Через Казахстан Через Россию Дальше на Западную Европу Понятно, что эти пути Оба северных маршрута Которые проходят через Россию Это живые маршруты По которым можно прокатировать Любой поток Да, в принципе Сегодня там есть железная дорога Автомобильные магистрали Все можно посчитать Все южные маршруты На сегодняшний день не котируются Да, то есть условно говоря Мы не можем назвать сходу цену На этот маршрут В том числе и на тот маршрут О котором вы сказали Который идет через Актау Баку Поти И дальше якобы Ну, в смысле через железную дорогу И так далее на Стамбул Это маршрут пока еще Мифический совершенно Потому что Три реперные точки На них там нет контейнерной технологии Нет контейнерного терминала Ни в Актау Ни в Баку Ни на границе Грузии С Азербайджаном Там пока просто пусто Поэтому говорить о том Что это можно прокатировать И это существует Пока сложно Алексей, но если это святое место То оно, как известно Пустое не бывает Ну, 30 лет уже не говорят Что-нибудь там может быть и вырастет Хорошо Алексей, в принципе Соглашается с тем Что на данный момент Существуют живые пути Проходящие через территорию России Так или иначе А вот мы можем сказать На данный момент Насколько загружен сейчас Российский транссип Еще в прошлом году Оборот торговли с Китаем Составлял порядка 90 миллиардов долларов Была задача поставить Довести его до уровня 100 миллиардов долларов Но, к сожалению, экономика Внесла свои не самые приятные коррективы Насколько этот путь загружен сейчас? Здесь есть два варианта Которые мы должны рассмотреть Это экспортно-импортные грузы Которые идут с Китая И в целом Транзитные грузы Которые идут по транссибирской магистрали И здесь Китай В цифровом выражении Не самый большой игрок Потому что сегодня корейцы Больше везут транзитных грузов По транссибу Да? Да Интересно Японцы Также еще Возят эти грузы Хотя многие предприятия Японии Переместились в Китай Китай наращивает Будем говорить С очень энергичными усилиями Которые предпринимает Правительство и государство Китая Именно транзитные перевозки Через территории Китая Потому что Датируя транспортные компании И инфраструктуру Тем самым развивает Абсолютно Возможность Передачи Грузовой базы В Европу И в другие страны Вот здесь нам нужно будет смотреть Я просто хочу А почему Хотелось бы просто уточнить А почему Китай пока Не в той степени востребует Транссиб Как он востребован Со стороны Кореи Или может быть Японии Проблема в том Что восточные развитые Китайские районы Находятся На отдалении На побережье Транссиб На самом деле Это чисто коммерческое Действующее предприятие Ты хочешь приходишь на него Хочешь везешь грузы До Владивостока Порта Восточный Грузишь на российские поезда И везешь куда угодно Никаких проблем нет Поэтому Китай может покупать Может не покупать Эту услугу Как это делают корейцы Или японцы Или кто угодно другой Но почему для корейцев Эта услуга востребована Китаю востребована Потому что у корейцев Есть свои производства Корейцам нужно везти Как в Россию Так и в Европу Надо везти комплектующие И так далее У Китая нет таких производств Как например у Самсунга Хендай И прочих производителей корейских А во вторых Китаю Да На самом деле Им нужно развивать свои западные регионы Для этого собственно говоря Они спонсируют Фрахтовую ставку Из западных регионов На транзит И из этого собственно говоря Проистекает У них своя внутренняя политика Которая не всегда бьется С коммерцией Как таковой Всемирной коммерцией То есть обычным сравнением Фрахтовых ставок И так далее Могу пояснить Три года тому назад Стоимость перевозки Одного 20 футового контейнера На один километр В Китае стоила Примерно полтора доллара Вот У нас по транзиту Он примерно Где-то порядка 45-65 центов На один километр Сегодня Китайцы Путем Государственной поддержки Сделали этот тариф В пределах 45 центов Скорость Движения по Китайской инфраструктуре Четыре года тому назад Была примерно 350-400 километров Сейчас 1300 километров В сутки Нам это такие цифры Вот Это ничего не значит Потому что спонсорство Это кончилось У большинства регионов Эти деньги уже закончились Но возвращаясь К тому О чем вы сказали Хочу просто Поддержать вас Следующими тезисами Китай вообще Ведет Очень плановое Развитие экономики По всей стране Поэтому Равномерно Развиваются Производственные базы Как на юге Китая Так и на северо-востоке Китая И сегодня действительно Настоящий действие Но запад вы не упомянули Это к нам ближе всего Как раз Западная провинция Из западной провинции Но они и будут тяготеть Там пока только тяжелая индустрия есть По маршруту Который сегодня идет Через достык Казахстан И возвращаясь к тому Чтобы понять Как может работать Вот Шелковый путь Который сегодня В общем-то предполагает Доставку груза До берега Каспия Потом Транзит по ПОМ По морскому пространству По Каспию Потом Еще через три Значит Страны Потом опять Значит Черное море И Те кто понимает Технологию То есть экономической логики В этом не имеется Там экономической логики нет Это один Тезис А самый главный тезис Заключается в ставке Как она формируется Ставка на самом деле Формируется Из Суммы Издержек Которые Несет Транспортная компания И во многом Зависит Эта ставка От обратной загрузки Если взять маршрут Который идет по Территории Российской Федерации Именно по Транссибу То Обратная загрузка Вот в целом Дисбаланс Такой Семьдесят К тридцати То есть Семьдесят процентов Грузов идет Из Китая В Европу И тридцать процентов Только идет То есть порожний Состав идет У нас Вот на маршруте Который идет Через Транссиб Сегодня Мы порядка Сорока процентов Загружаем Наши контейнеры Экспортно-импортными Грузами Что позволяет Если рассмотреть Южный вопрос То нет Той грузовой базы Которая бы могла Там осесть А гнать Порожними Контейнеры Это в любом случае Будет Неконкурентная ставка Я предлагаю Присоединиться К нашей беседе Гость Нашей удаленной студии В отеле Радпарк Хаят Там находится Антон Кожанков Член комитета Торгово-промышленной палаты Российской Федерации По логистике Советник генерального Директора по правовым вопросам Таможена Брокерского центра Антон Слышите нас? Добрый день Антон Вы, наверное, знакомы С этой новостью О том, что транспортно-логистические Операторы Турции, Казахстана, Азербайджана И Грузии Готовы создать маршрут По доставке Китайских товаров В Европу В обход России Вы видите Риски Для России В части китайского транзита В страны Западной Европы Либо это все же Не конкуренты для вас Как говорят мои собеседники В студии Да нет Я думаю, что Риски всегда есть Когда есть конкуренция Это говорит о том, что Есть альтернатива Но я бы хотел отметить Что мы ведем речь Не о рисках В целом Для Российской Федерации А я думаю, что Мы должны вести речь О тех рисках Которые возникают В целом Для Евразийского Экономического Союза Тем более Что вы имеете ввиду Когда вы говорите О рисках Для Евразийского Экономического Союза Казахстан в этой схеме Так или иначе Задействован Он присутствует Практически в каждом Из четырех вариантов Маршрутов Он выигрывает В любом случае Безусловно Республика Казахстан С учетом Своего географического Положения Не проиграет В этом случае Но у нас Есть мощности Железнодорожного транспорта Российской Федерации И Республики Беларусь И необходимо Помнить О тех договоренностях Которые были Подписаны В мае этого года О сопряжении Евразийского Экономического Союза И проекта Шелковый Путь При этом 4 декабря этого года Состоялась встреча Министров Транспорта Государственных Евразийского Экономического Союза И достаточно Активно ведется Работа Сегодня по реализации Сопряжения Двух проектов Евразийского Экономического Союза И Шелкового Пути Поэтому Сегодня Происходит Вовлечение Ресурсов С точки зрения Развития Транспортной Инфраструктуры В том числе Один из проектов Это создание Объединенной Транспортной Логистической Компании Обустройства В пунктах пропуска Необходимых Для снижения Издержек Пересечения Границы И реализации Транзитного Потенциала В целом И развития Механизма Единого окна Как необходимые Условия Для обработки Данных При грузовых Перевозках И снижения Издержек При обработке Таких данных Поэтому Китайские Товарищи Понятно Никогда не будут Класть яйца В одну корзину И я думаю Что подписание Такого соглашения Является Ну может быть Неким вызовом А также стимулом Для скорейших Необходимых реформ В рамках Евразийского Украинского союза Спасибо Антон Напомню Что нашим гостем В удаленной студии Был Антон Кожанков Алексей Вот У меня Какая-то деятельность На самом деле Это деятельность В рамках Обычных Наших Бюрокартических Процедур Никто так и не понял Простой Сути того Что задумал Китай Китай Создал банк На 40 миллиардов Долларов В котором он говорит Коллеги Вот примерно Вот в этом Большом широком коридоре В 3000 километров От Омска До Туркменистана Мы хотим Строить инфраструктуру Для вас всех Мы готовы инвестировать Приходите С небольшими проектами Которые так или иначе Ложатся В некие маршруты Маршрутов как таковых Мы все их рисуем Достаточно Ну они такие Мифологизированные Я рисую через достык На Омск Или на Челябинск Потому что я россиянин Какой интерес Такой маршрут А на самом деле Суть в том Что мы должны Приходить в этот банк С готовыми проектами По условным этим маршрутам И доказывать Что мы хотим Эти 20 30 50 миллионов долларов Казахи Это русские будут Туркмены Или грузины И не имеет значения Люди должны Подготовленный проект Маркетингово защищенный Экономически защищенный И доказывать И взять эти кредиты И строить Все Хорошо Попытаемся понять Есть ли у нас Такие проекты По скайпу К нам в программу Подключается Рустем Ахонов Директор института Экономики, финансов и бизнеса Башкирского государственного университета Уфа Рустем Слышите нас? Да Слышал Рустем Вы слышали Тезис Алексея о том Что необходимы Небольшие транспортные проекты Которые будут Вкладываться В единую логику Нового шелкового пути Башкирия может предоставить Такой проект В республике есть Интерес к транзиту К поддержанию Вот этой инфраструктуры Безусловно есть Да Добрый день коллеги Абсолютно согласен С необходимостью Прохождения Такого пути По территории В том числе Республики Башкортостан Поскольку Нам видится Эффект По крайней мере В трех составляющих Одним из первых Эффектов Может являться Эффект Собственно По увеличению товарооборота Между странами И здесь Республика Башкортостан Как регион Промышленно развитый регион Промышленно-аграрный регион Я думаю Что имеет хороший потенциал Для Вот Участия в этих Товарообменных операциях Второй эффект Нам видится В том Что Это собственно Внутри региональные Возможности Для Развития бизнеса Сейчас На данный момент Республика Действительно Запроектирован Причем Это было Обязательство Субъекта Федерации Дабы попасть В один из Маршрутов И этих путей Было Обязательство Собственно Поучаствовать В проектировании Участка Так вот По территории Республики Планируется Прохождение Такого пути Примерно Протяженностью 280 километров Что безусловно Даст исключительно Экономические возможности Для региона И кроме того Я бы отметил Еще и ряд Социальных эффектов Которые возможны В условиях России И уровня ДТП Это по расчетам Экспертов До 30% Может снизить Количество ДТП Если это будет Нормальные Автомагистрали Освещенные Четырехполосные Как это собственно И запроектировано Ну и в завершение Я хотел бы сказать Что это И возможности Для создания Новых бизнесов В регионе Поскольку Дорога Это повышение Стоимости территории И как следствие Вероятно Появляются Бизнесы Которые будут Привязаны К этой дороге И вот по оценке Также экспертов И наши оценки Порядка 2 тысяч Рабочих мест Мы можем получить Только в дорожной сфере От проложения Этого пути Длиной 280 километров По территории республики Смежные отрасли Ресторанный бизнес Кафе Сети АЗС Это безусловно Новые возможности Для региона Спасибо Рустем Напомню Что к нам Подключался Из нашей студии В городе Уфа Рустем Аху Ахунов Директор института Экономики финансов Бизнеса Башкирского госуниверситета Геннадий Рустем говорит Что запланировали 280 километров Маршрутов Но на самом деле Цифра такая Уже очень небольшая Казахстан Строит дорогу Почти в 3000 километров Я бы хотел Немножко разделить Вот эти все вопросы Желания И возможности Просто Когда мы говорим Запланировали дорогу Это значит Развитие инфраструктуры Надо понимать Как развивается бизнес Бизнес Инфраструктура И возможности инфраструктуры Это лишь одна Небольшая часть Как ни странно Всего большого бизнеса Приведу Очень простой пример Вот такая тема Интересная перевозка рыбы Из Дальнего Востока Предположим И все говорят Нужно тариф снизить Транспорт И все прочее Ну когда посчитали все Реально Вот Транспортная составляющая В перевозке Например Горбуши Из Владивостока До Москвы И Петербурга Составляет всего Навсего 4,5% 4,5% У нас средняя Транспортная составляющая В стране В отдельных моментах 40% Есть В Сильде 10% Когда посчитали Где же кто зарабатывает 68% Зарабатывают Посредники Вот Поэтому Здесь нужно смотреть Как работает бизнес В данном случае Геннадий Мы как раз Находимся в положении Посредника Мы находимся Между Китаем и Европой Мы никто На самом деле Коллеги говорили Никто не понимает точечность Проблемы Казахстан построил Шикарные дороги Казахстан реанимировал И перестроил Свою железнодорожную систему Но толку от этого Никакого Объясню почему Там нет ни одного Нормального действующего Контейнерного терминала До сих пор не построено 900 миллионов в достык Там сотни миллионов в Алмату Нет нормального действующего терминала Ни одной полноценной компании Кроме государственной Контейнерной перевозчика Ни автомобильной Ни железнодорожной Да Нету кадров Вообще Да То есть Они На пустом месте Просто в пустыне По сути В степи Проложили дороги Железные и автомобильные И ждут дальше инвестиций Но при этом Они даже не готовят Вот эти точечные инвестиции О которых я говорил И там не будет больше 100-150 тысяч Контейнеров транзита Все Алексей Возникает впечатление Из ваших слов Что наше счастье В неудачах других Нет Я призываю Казахстанских товарищей Уже давным-давно К тому Чтобы они строили Спасибо Алексей Напомню что гостями программы Были Алексей Безбородов Генеральный директор Исследовательского агентства Инфра-Ньюс И Геннадий Бессонов Генеральный секретарь Координационного совета По транссибирским перевозкам Это была реальная экономика Я Павел Демидович Не переключайтесь Редактор субтитров А.Семкин